Обаятельный интеллектуал и приятный во всех отношениях мужчина. Таким поначалу казался Павел Ехименко своим потенциальным жертвам. Мужчина, по версии обвинения, виртуозно втирался в доверие, и пенсионеры легко попадались на крючок. Мы уже ему лично в руки отдавали эти деньги. Вот 100 тысяч рублей я положила, дала ему. 250 тысяч должна получить. Ну и в общем он оттягивал, оттягивал, пока мы не поняли. Некоторые до сих пор еще заявление написали, верят. По данным следствия, в 2012 году Павел Ехименко руководил самарским филиалом организации «Жил соц. Минимум». С ее помощью можно было якобы не только получить бесплатное жилье, но и разбогатеть. Ехименко в 2012 году, будучи председателем самарского филиала Межрегионального общественного фонда «Жилища санитарно-социального минимума», вводил в заблуждение потерпевших относительно наличия у него возможности размещения заемных денежных средств по следующим возвратам с процентной ставкой не менее 50%. Потерпевшими признаны 10 человек. Общая сумма ущерба – полтора миллиона рублей. Судебное следствие в самом разгаре. Известно, что у подсудимого были сообщники. Но кто они – пока загадка. В деле новый поворот. Помощница Ехименко в его бывшем офисе выступает на стороне защиты. Женщины утверждают, о всех рисках пенсионеры были предупреждены. Везде в играх говорится о риске, о провале, о том, что эти средства нужно использовать, свободные средства. Если вы поиграли, если что-то, вы взволнованы, лучше дальше не продолжать. В любой момент могло рухнуть все. Почему я лично не стала принимать участие в этой программе? Ну, полгорода я знаю, участвовала в ММН. Честно сказать, если у меня не было денег участвовать в этом ММН. Поэтому, когда люди вкладывают там 100 тысяч, 200 тысяч или там 300 тысяч, ну, голову надо соображать, куда ты вкладываешь. В судебное следствие продолжается. Следующее заседание назначено на 9 ноября. Подсудимому грозит 10 лет лишения свободы. Марина Матвеевшина, Григорий Плюшаков. События.